Игорь Михайлович, главный вопрос это реализация нацпроекта безопасной и качественной автомобильной дороги. Сейчас дорожная кампания в самом разгаре, что будет сделано и что по итогам рассмотрения вопросов, какие поручения будут даны? Хотел бы сказать, что в этом году подошли, конечно, более организованно, более масштабно к решению вопросов реализации нацпроекта. Это дороги, которые расположены на территории Тверской области, это ключевая опорная сеть, это дороги, которые расположены в крупных агломерациях, в том числе в городе Твери. Работа разбита на этапы, ключевые работы должны быть закончены до 1 сентября, должно быть уложено дорожное покрытие, нанесена разметка, особенно около школ, в начале учебного года поставлены дорожные знаки соответствующие. Мы видим, что у нас потребность больше, чем возможности в ремонтах дорог, поэтому запросили у Федерального центра дополнительной поддержки в рамках решения президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина о дополнительных мерах по увеличению дорожных работ для регионов, которые смогли выдержать параметры своего бюджета. Мы получаем сейчас по первому траншу дополнительно 650 миллионов, и сегодня мы об этом сказали, и те дороги, которые мы можем в этом году привести в нормативное состояние, на которые есть документация, будут включены в дорожные работы. Сегодня у нас было достаточно более широкое присутствие глав муниципальных образований, они тоже слышали и знают эту информацию, поэтому работать будем вместе. Это будут и региональные дороги, и муниципальная часть дорог, о которых сказал президент Российской Федерации, что должно быть учтено в нашей работе. Кроме того, сегодня еще дополнительно были приняты стандарты проведения ремонтов дорог на территории городских агломераций и даны поручения по доработке стандартов при ремонте коммунальных сетей в городах, где необходимо соблюдать единый стандарт при ремонте дорог и при восстановлении дорог после ремонта коммунальной системы. В общем, можно сказать, что задачами справляемся, параметры нацпроекта выполняются, но шлифуем мастерство, будем повышать и качество, и сроки проведения ремонтных работ. Евгений Николаевич, обсуждал еще обеспечить промпорядку безопасности территории региона. Разгляд, насколько успешны эти вопросы? Есть над чем работать. Основные показатели, которые администрируются Министерством внутренних дел Российской Федерации, Федеральные службы безопасности у нас выполнены. Теперь осталось доработать более активно программу по весогабаритному контролю, по камерам, которые контролируют скорость и безопасность дорожного движения. Должна быть существенно усилена работа. Мы видим, что, к сожалению, в этой части мы не дорабатываем. Успехи, которые были достигнуты в предыдущие годы, сейчас требуют усиления и перезагрузки. Поэтому соответствующие меры будут приняты, я думаю, в ближайшее время. И мы уже в летнем сезоне, в августе месяце, я уверен, что сможем достичь более лучших показателей по безопасности дорожного движения. К сожалению, мы тоже должны констатировать из докладов Министерства внутренних дел по Тверской области, что количество людей, которые в нетрезвом состоянии садятся за руль, у нас не так уменьшается, как бы хотелось. И в пользу случаем обращаюсь к нашим жителям, к гостям нашего региона, чтобы не садились в нетрезвом состоянии за руль. Потому что количество дорожных транспортных происшествий именно по причине нахождения за рулем лиц в нетрезвом состоянии у нас не уменьшается в том должном объеме, который у нас был запланирован. Только за эту неделю мы видим у нас несколько случаев со смертельным исходом, где водители, садясь за руль в нетрезвом виде, у нас допускают съезд дороги, врезаются в ограждения, врезаются в деревья. И, к сожалению, из-за этого происходит гибель и водителей, и пассажиров. Поэтому очень важно, чтобы были ответственные водители и понимали, что это не просто поездка, это практически для нас чрезвычайное происшествие. Потому что все страдают, и родственники, и окружающие. И это должно быть правилом, это должна быть культура поведения наших граждан, чтобы в нетрезвом виде за руль не садиться. Игорь Михайлович, рассматривался вопрос о поощрении стипендий спортсменов, пара спортсменов, спортсменов-навалитов. То есть, скажите, пожалуйста, какое решение было принято? Были приняты положительные решения, мы придерживаемся своей позиции, развиваем эту работу. У нас очень хорошее достижение наших спортсменов и на международном уровне, и на общероссийском уровне. Поэтому люди, которые занимаются спортом, особенно когда есть определенные сложности со здоровьем, они заслуживают особого уважения и поддержки государства, поддержки области. Потому что это пример для других, как надо жить, как надо показывать пример, как надо относиться к обществу и к себе. КОНЕЦ